По щучьему велению, по моему хотенью, пусть все, что я увижу, превратится в шедевр. О безграничных возможностях природного растительного материала сегодня нам рассказывают самарские мастера. Рассказывают и показывают. Соломка, ветви, цельное дерево. В Самаре открылась выставка рукотворных изделий из растительного сырья «Золотая лоза». Здесь представлены работы только титулованных мастеров декоративно-прикладного творчества. С недавних времен такое звание присваивается по линии Министерства культуры и агентства социокультурных технологий. Поэтому не каждый, так сказать, участник может попасть на выставки подобного рода. Это престижная выставка. О том, что рукоделие – это про нее, чапаевская мастерица Галина Евдокимова знала еще со школы. Сначала гончарное дело, затем вязание, но после знакомства с лозой почти 25 лет назад поняла это призвание. Делает корзиной любых форм и размеров и в самых разных техниках исполнения. От скандинавской до русской народной. Оно намного приятнее. И даже делать это все приятно. Приятно сходить за прутом, например. Там пробежечка, там тебе какая-то физкультурная такая зарядочка. И обработка прута. Это такие природные запахи. Вот варишь лозу и пахнет. В Самаре тоже есть мастера-ремесленники. Своё первое произведение Сергей Плеханов создал еще в детстве. Признается, это был деревянный игрушечный пистолет. Дальше – больше. Теперь резьба по дереву – это стиль жизни. Делает из дерева практически все. Иконы, панно, охотничьи ножи, шкатулки – все, что подскажет фантазия. Обучил целую плеяду учеников. Уверен, труд облагораживает. Они же не просто режут, они думают головой. А когда думают головой, вышибается дурь. Он стамеску берет, у него рука крепкая. И когда режет, у него мысли-то хорошие возрождаются. С любовью совсем. Не все потеряно. И пока это есть, так и будет возрождаться. Это ведь ремесло древнее. Когда-то оно было утрачено, а сейчас идет возвращение. Выставка «Золотая лоза» – это сборник уникальных работ, созданных руками региональных мастеров. Увидеть произведение можно будет до 16 марта на Куйбышево, 105. Вход свободный. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.